Из цикла «Лучшие спикеры Америки» Шелдон Федди. Трезвый 17 июля 1996 года. Аудиозапись сделана на конференции Соберфест 26 сентября 2015 года в Шампейн-Урбана, штат Иллинойс. В этой спикерской вы услышите следующие термины, имена и названия. Крайняя плоть. Складка кожи, покрывающая головку полового члена. У евреев операцию по удалению крайней плоти, обрезание, обычно делают мальчиком на восьмой день после рождения. Grateful Dead. Дословно «Благодарные мертвецы». Американская рок-группа, основанная в 1965 году в Сан-Франциско. После выступлений на фестивалях в Монтеррея в 1967 году и в Вудстоке в 1969 году, группа заняла значимое место в американской музыкальной контркультуре. Grateful Dead известны по уникальному и эклектичному стилю их песен, а также по длительным импровизациям на концертах. Kenwood. Японский производитель видео и аудиоэлектроники, раций и кухонной бытовой техники. Упаковка пива. Обычно содержит 24 банки по 12 унций, около 355 мл каждая. Detox. Отделение больницы, где алкоголикам и наркоманам помогают пережить абстинентный синдром, похмелье и ломку. Kiss. Это означает поцелуй, но в контексте спикерской это аббревиатура фразы Keep it simple stupid, что переводится «не усложняй дурачок». По-русски эта аббревиатура теряет смысл. Bob. Шелдон говорит о Бобе Дерреле. Номера страниц в переводе даны в соответствии с русским текстом. В оригинале это на странице 47. Crack. Кристаллическая форма кокаина, представляющая собой смесь соли, кокаина с пищевой содой или другим химическим основанием. В отличие от обычного кокаина, Crack кокаин принимается внутрь посредством курения. Перевел и озвучил Григорий Т. Всем привет! Я Шелдон Ферри, и я алкоголик. Я считаю честью выступать на различных конференциях нашего сообщества, и мне всегда радостно видеть людей, преисполненных энтузиазма. Я живу в Лас-Вегасе, штат Невада. Моя домашняя группа называется «Единая связь». И мне нравится быть активным членом моей домашней группы. Я горжусь своей домашней группой и тем служением, которое несу там. Мне приятно, что мои спонсоры, ребята, которых я спонсирую, тоже ходят на эту группу. И если вы не любите вашу домашнюю группу так, как я люблю мою, вам, возможно, кто-то посоветует найти себе другую домашнюю группу, которую вы полюбите. Но я вам этого не посоветую. Я порекомендую вам взять служение в вашей группе, да. То есть принять активное участие в жизни и деятельности этой самой группы. И тогда вы полюбите свою домашнюю группу не меньше, чем я люблю свою. Я люблю анонимных алкоголиков. А как я могу не любить их после всего, что они сделали для меня? Я расскажу вам немного о том, что было раньше, о том, какой была моя жизнь, и о том удивительном, казалось бы, невозможном изменении, которое произошло со мной в ЭЭЭ. Полагаю, что моя история не будет особо отличаться от истории многих из вас. Все мы страдаем одним и тем же заболеванием. И придя сюда, из-за террористской депрессии, мы вместе отправляемся в потрясающее путешествие. Я родился в Англии, в небольшом городке под названием Лейтс. Он находится приблизительно в 300 километрах с севернее Лондона. У меня были самые обычные родители, они не были алкоголиками. Возможно, если бы я родился в семье алкоголиков, то мог бы бравировать этим в сообществе. Но мне не повезло. Однако мои родители развелись, когда я был еще совсем маленьким. И в результате, вскоре после того, как мой отец ушел, мы стали получать государственное пособие и переехали из хорошего района в субсидированное жилье. Мы евреи. И когда мы переехали, то оказались в районе, где было много антисемитизма. Я ненавидел свое детство. И если бы вы спросили меня, когда я пил, да и после того, как я пришел уже сюда в анонимной алкоголике, то почему я так много пил, то в ответ вы бы услышали, что причиной является мое несчастное детство. Если бы вы жили так, как жил я, если бы вы росли так, как я, то вы, возможно, тоже бы много пили. Ну, разве не так? Свою первую серьезную обиду в анонимных алкоголиках я испытал именно тогда, когда узнал, что мое детство не имеет абсолютно никакого отношения к моему пьянству. В комнатах анонимных алкоголиков я встретил людей, которые объяснили мне это. Хотя мне не понравилось их объяснение. Если детство, которое я сейчас опишу, хоть чем-то похоже на ваше, то, пожалуйста, поймите, что я никоим образом не умоляю той боли, которую вам довелось испытать. И я вовсе не пытаюсь заставить вас отказаться от того, что вы чувствуете по этому поводу. Видите ли, я встречал людей, у которых было воистину ужасное детство. Их били электрическими шнурами, запирали в чуланах, морили голодом, над ними издевались эмоционально и физически, их насиловали. Это вот реально материалы, пригодные для газетных статьй и телепередач. Ужаснейшие, кошмарные вещи. Но не все эти люди алкоголики, понимаете? А знаете, что было самым худшим в моем детстве? Это случилось со мной. Да, ведь если бы это произошло с кем-то из вас, я бы посоветовал вам быть выше этого или просто забыть все, что было. Но я заметил, что когда что-то случается со мной, это всегда много хуже, чем если это случается с вами. Так ведь? Я помню первый раз, когда я выпил. И это интересно, потому что я, например, люблю МНМ с арахисом. Такие разноцветные, хрустящие, шоколадные, такие ореховые, прекрасные вкусняшки. Они обалденные. Ну, кто-то же здесь, кроме меня, любит МНМ. Я обожаю их. Но я не помню свою первую упаковку МНМ с арахисом. Ну, ведь резонно же предположить, что такая была. Помните, этот треск с треском, вот с таким рвущейся целлофан, первый взгляд на горсть этих радостных, ярких, зеленых, желтых, красных, синих, кругленьких конфеток. Вот вообще не помню. Но зато я помню, как выпил в первый раз. Я находился в гостях у Берри. Мне было тогда 9 лет, Берри было 11. То есть он был на пару лет старше меня, что делало его крутым в моих глазах. И я бы сделал все, что он пожелал. По сути дела, оглядываясь назад, и если честно, то я рад, что он всего лишь хотел выпить. Будь у него другие пожелания, кто знает, как бы могла сложиться моя жизнь. Но Берри хотел выпить. И, разумеется, я согласился. Мы пошли к винному магазину и упросили какого-то мужика купить нам что-нибудь алкогольное. Он вышел из магазина с яблочной бутылкой вот этого старый английский яблочный сидр называлось. Проще говоря, это яблочный сок с алкоголем. Мы зашли в близлежащий лесок. Берри открыл бутылку и сделал большой глоток. Передал бутылку мне. И я тоже сделал большой глоток. И со мной произошло то, что с тех пор происходило со мной почти всегда, когда я пил. Меня стошнило через нос. Да, видимо, я так устроен. Насаблюй какой-то. В нашей книге сказано, что когда мы пьем, мы часто бываем отвратительны и опасны для окружающих. Я не из опасных. Я просто отвратителен. Я из тех, кто по пьяни будет заигрывать с вашей мамой и описывает ваш диван. Да, это я. Вот как я веду себя, когда я напиваюсь. И я не из тех, кто способен выпивать большие дозы. У некоторых из вас после бутылки водки получалось лучше ходить, лучше находить контакт с людьми, лучше танцевать. Вы лучше играли на музыкальных инструментах или в бильярд. И даже, господи помилуй, некоторые лучше водили машину. Я не из этой категории. Я тот, кого встречают ваши друзья, когда напиваются и сползают под стол. Я уже там. Привет! Добро пожаловать под стол. Здесь уютно. А вы, часом, бутылочку с собой не прихватили? Вот я какой. Но я обожал пить. Именно тогда, в 9 лет, я принял решение, что буду пить как можно чаще и как можно больше. Потому что внутри меня что-то изменилось. В целом, ничего такого вроде бы не случилось. Но нечто волшебное произошло со мной на эмоциональном уровне. Я даже не предполагал до этого момента, что со мной было что-то не так. Я был неуклюжим ребенком. В обществе я чувствовал себя некомфортно. Я не нравился сам себе. Нескорослый, толстый еврей. В нееврейском районе, да еще и мои родители разведены. Мне не нравилось быть низким, мне не нравилось быть толстым, мне не нравилось, что мои родители в разводе. Мне не нравилось быть евреем. Вообще не было того, что мне нравилось. Мне не нравились вы, мне не нравился я. Мне вообще все не нравилось. Но стоило мне попить этого яблочного сидора. И там, внутри, на каком-то эмоциональном уровне, я почувствовал, словно вырос на несколько сантиметров. И похудел на несколько килограмм. у меня появилось чувство, будто мои родители опять поженились, и моя крайняя плоть отросла заново. Я просто хотел убедиться, что вы меня внимательно слушаете. Мне за это было стыдно, мне вообще за все было стыдно. Извините, но вдруг я почувствовал, что все нормально. И я полюбил это волшебное чувство. Это было чудесно. Итак, в 9 лет я принял решение, что буду пить как можно чаще и столько, сколько смогу выпить. Но когда тебе 9 лет, и ты живешь в доме с такой матерью, как моя, и по ее правилам, то это значит, что тебе удастся выпить, скорее всего, еще один раз в году. Может быть, пару-тройку раз, когда тебе исполнится лет 10. Возможно, раз 5 в 11. Ну и, наверное, раз 6, когда тебе будет 12 лет. Но к тому времени, когда мне было 14, я ежедневно что-то пил, курил или на чем-то торчал. Но я алкоголик. У меня алкоголизм. Это единственное заболевание, от которого я страдаю. И скажу вам, что я бы не употреблял, это всегда было до упада. Так у меня было постоянно. Я не часто цитирую других спикеров, но однажды услышал то, что нахожу забавным и с чем полностью согласен. Вот что сказал этот спикер. В анонимных алкоголиках вы можете стоять у микрофона, рассказывать, что когда-то ты пил, бил свою жену, и тебе будут аплодировать. Ты можешь рассказывать, что когда ты пил, ты терроризировал своих детей, и тебе будут аплодировать. Ты можешь рассказывать, что когда ты пил, ты воровал, обманывал, ездил пьяным за рулем, издевался над близкими людьми, и тебе будут аплодировать. но как только ты скажешь что кроме алкоголя ты еще и употреблял кокаин так сразу найдется масса людей которые начнут кричать что тебе не место в анонимных алкоголиков так вот я именно этот человек это моя история 14 лет я пил практически каждый день я реально любил это дело мне нравился весь процесс в нем было что-то мистическое что-то чарующее алкоголь позволял мне дышать свободно когда я не пил все мои мысли были только о том как бы выпить я придумал как раздобыть денег на алкоголь и под каким предлогом поскорее ускользнуть из дома а когда я пил то постоянно искал как научиться пить больше я обожал пить для меня это было волшебством я дал себе обещание что буду пить всегда до самой смерти и что я брошу если захочу но я не хочу бросать и под этим девизом я жил я брошу если захочу но я не хочу это работает блестяще до тех пор пока тебе не приходит желание остановиться и ты вдруг обнаруживаешь что не можешь так произошло со мной я пил пока учился в школе когда мне исполнилось 16 я перебрался из англии в калифорнию мне было страшновато я не знал если в калифорнии пьющие оказалось что в америке пьют и калифорнийцы тоже пьют я сразу же нашел своих мы умеем это делать не правда ли мы переезжаем из одного места в другое и быстро находим своих людей вот так и я нашелся бутыльников и продолжал пить я получал от этого истинное наслаждение у меня часто всплывает одно воспоминание а она не особо отличается от сотни других каких-то воспоминаний но именно этот момент чаще всего мелькает в моей памяти я был на концертной площадке под названием шоу-лайн она находится в окрестностях города сан-хазе штат калифорния там наступала группа grateful dead я их обожаю я квасил весь день один выдался туманный облачный периодически шел дождь я помню как сверкают молнии но дождь еще не начался играют dead народ вокруг весь с разрисованными лицами и бабе веер гитарист группы кричит микрофон похоже будет дождь и я испытал в тот момент такой духовный опыт который затмит любой сделанный мною 12 шаг это было неописуемо и прекрасно а где-то в возрасте 22 или 23 лет моя жизнь начала разваливаться у меня на глазах я по-прежнему получал удовольствие от выпивки мне все также нравилась та раскрепощенность которую давал мне алкоголь он продолжал забирать у меня все мои беспокойства и волнения относительно того что вы могли обо мне подумать или а того что ждет меня в будущем он по-прежнему избавлял меня от все всего того что я думал о себе о том что я считал себя куском дерьма и от того противного чувства внутренней напряженности от всех этих страхов но все в моей жизни начало рушиться я был тогда представителем компании кен вот на телевидении послушайте вас это удивит я ведь даже работал когда-то продавцом ножей гинсу на ярмарках подождите это еще не все благодаря этой работе я попал на телевидение где представлял оборудование компании кен вот но они меня уволили я был самым молодым из когда-либо работавших у них представителей мне было 23 года они избавились от меня я знал почему они так поступили мы всегда знаем ну конечно это произошло именно потому что они не любили евреев вот она настоящая причина хотя они утверждали что не хотят чтобы вечно пьяный алкаш был их представителем и позорил компанию перед людьми признаюсь я счел такое заявление довольно жестким с их стороны потеряв эту работу я нашел другую хорошую работу но и и я тоже потерял а потом нашел еще одну снова потерял к тому времени когда мне было 25 я уже не мог найти работу и я ночевал у приятеля на диване то есть если бы не его доброта я бы был бездомным отец больше не пускал меня к себе в дом мне не разрешалось проходить на территорию дальше калитки видите ли я причинил ему столько боли что моя мачеха устала смотреть как он плачет после моих визитов поэтому она запретила мне входить в их дом а я продолжал жить под девизом я брошу если захочу но я не хочу однако я уже начинал хотеть но тут у меня появляется еще одно кредо оставьте меня в покое не лезьте ко мне я никому кроме себя ничего плохого не сделал знаете что самое удивительное я пользуюсь этими фразами только тогда когда беседую с теми кому причиняю боль и вот я стою возле дома своего отца мы с ним беседуем я пришел чтобы выпустить у него денег потому что он единственный у кого я еще мог их раздобыть слова отец и банк имели для меня одинаковое значение я ходил к отцу за деньгами мы стоим с ним возле дома время 10 часов утра а я уже полупьяный потому что я посыпаюсь первым делом что я делаю я выпиваю так начинается мой день и вдруг мой отец спрашивает меня неужели ты так ненавидишь меня чтобы тебе надо было пить эту гадость перед тем как прийти сюда а я отсмеиваюсь да брось ты пап я выпиваю еще до того как чищу зубы это не имеет никакого отношения к тебе и вообще я кроме себя никому ничего плохого не делаю я беру деньги сажусь в машину отъезжаю и замечаю через зеркало заднего вида как отец стоит неподвижно и слезы катятся по его щекам потому что он видит как его ребенок убивает себя потому что он смотрит на того мальчишку у которого как он считал были способности на пацана который подавал надежды потому что еще совсем недавно он видел как его молодой сын достигает успеха в делах и поверил в него но теперь он вынужден беспомощно смотреть как его мальчик уничтожает себя а я я не чувствую этого я не вижу этого я даже думать об этом не могу потому что как только я начинаю об этом думать мне сразу же хочется выпить я не могу жить с этими мыслями ведь я кроме самого себя никому не причиняю боль вскоре после этого я действительно захотел завязать дело в том что однажды мы выпили с тем приятелем у которого я ночевал он не такой как мы все он может начать пить а потом резко остановиться в любой момент я никогда так не мог приятель принес домой упаковку пива и другие развлекательные вещества он выпил пару банок пива побаловался веществом и пошел спать я тоже лег на диван мне не мог заснуть у меня в голове крутились вихри мыслей там же еще так много чего есть почему мы так рано пошли спать там полно пива куча разного кайфа как можно спать когда все еще все еще вот там вот и столько всего там и так много всего осталось много 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 буря в моей голове не утихала я продолжал гонять эти мысли правильнее будет сказать они продолжали гонять меня до самого утра я еле дождался чтобы мой приятель ушел на работу и как только за ним закрылась дверь я обшарил его комнату забрал пиво и все остальное вечером он вернулся с работы не найдя ничего спросил меня ты взял мою выпивку и мой кайф я ответил нет что ты братишка конечно нет как ты мог такое подумать и я не при делах он внимательно посмотрел на меня и спросил еще раз это ты взял нет ответил я это наверное твой сын разве вы не так поступаем видите ли я не лжец я не обманщик я не вор мне доводилось слышать вы много раз как люди говорили что они желтые обманщики и воры полагаю что среди нас скорее всего такие имеются и мы знаем кто вы вас легко определить но если серьезно то я всего лишь стараюсь выжить загоните меня в угол поставьте меня в положении с которого я не вижу выхода и я буду врать я буду обманывать я буду воровать мой приятель знал что я обчистил его комнаты он выгнал меня так я стал бездомным не было некуда идти у меня не осталось ни друзей никаких либо идей относительно того куда податься что мне было делать я слышал обе и позвонил вам я позвонил анонимным алкоголиком приехал какой-то парень и отвез меня на собрание вечером после собрания он отвез меня в детокс я пробыл там 7 дней а после этого меня поселили в доме на полпути кто-нибудь бывал в таком месте это прекрасное место шикарное они не потребовали с меня денег они просто сказали первый месяц ты будешь жить у нас бесплатно но за этот месяц должен найти работу они кормили меня три раза в день завтрак обед и ужин если я не успевал поесть потому что мне надо было куда-то поехать мне давали еду с собой обалденно но после двадцати дней проживания там мне захотелось узнать какие такие эти люди что они позволяют себе требовать от меня чтобы я возвращался не позже определенного времени я взрослый человек черт побери я работал представителем керуда до некоторым бездельником живущим здесь нужен такой надзор но не мне же а кроме этого знаете что еще они хотели от меня вы не поверите они заставляли меня заниматься уборкой другими хозяйственными работами знаете я женат уже 17 лет и даже моя жена не может заставить меня заниматься хозяйством поэтому я не очень понимаю что они все в этом доме на по пути со себе возомнили они хотели чтобы я застилал свою кровать и не застилаю свою кровать и не собираюсь начинать короче я ушел оттуда а дальше последовали три самых худших года в моей жизни я трезвел чтобы снова надраться надирался чтобы снова опять трезветь трезвел чтобы надираться и надирался чтобы трезветь и так снова и снова и снова Но я ходил на собрания. Иногда я оставался трезвым неделю, иногда один день. Иногда я уходил посреди собраний и напивался. У меня дважды за это время было по 30 дней. Однажды я соврал, что у меня 60 дней. Но все эти три года я жил, чтобы напиваться, чтобы протрезветь, чтобы напиваться, чтобы протрезветь. Я все время возвращался в анонимные алкоголики и продолжал посещать собрания. Но никак не мог зацепиться и остаться здесь. Я не мог понять, почему так происходит. Просто не мог. Я чувствовал неладное на каком-то интуитивном уровне. Но я не мог поделиться этим ни с кем. А ведь происходит следующее. Кто-нибудь вставал и говорил «Привет, меня зовут так-то и так-то, я трезвый 19 лет и у меня прекрасная жизнь». Я слушал его и думал «А вот я, между прочим, тоже трезвый. Уже давно. Больше, чем я когда-нибудь был трезвым. Я ведь трезвый уже четыре с половиной дня. И у меня в жизни нет ничего прекрасного. Хм, может я не алкоголик?» Когда я прекращаю употреблять алкоголь или наркотики, я становлюсь, как сказано в книге, беспокойным, раздражительным и неудовлетворенным. Это шикарное описание свойственного нам состояния. Но кроме этого, лично у меня возникает чувство жуткого напряжения. Мне начинает казаться, что у меня жар. Появляется ощущение, что судорога сводит мышцы. Я все время скриплю зубами. Словно вес всего мира навалился на меня. Я не способен выразить это состояние словами. Остается только рычать и выть. Я даже сказать ничего не могу. И таким вот я сижу на собрании. Вы спрашиваете меня, как дела? И я едва способен выдавить из себя. «Хорошо! У меня все хорошо! Все в порядке!» И вскоре это становится так невыносимо, что я вынужден пить. Но я не собираюсь напиваться. Я выпью немного. Может быть, одну или две. Ну, максимум, ну, три рюмочки. Я не собираюсь снова разрушать свою жизнь. Мне просто надо. Ух, мне надо передохнуть. Мне просто необходимо немножко облегчения. Я так больше не могу. Я не в силах продолжать так жить. Понимаете? Когда вы говорите мне, что у вас пять лет трезвости или десять, или девятнадцать, или как вот у моего спонсора 37 лет трезвости, когда вы начинаете называть мне эти цифры, я думаю, несчастный мудак. Потому что с моей исходной позиции кажется, что все 37 лет он ощущает себя точно так же, как я, когда у меня неделя трезвости. У меня нет понимания, как чувствует себя активный член сообщества анонимных алкоголиков, у которого есть служение и домашняя группа, который спонсирует других и сам имеет спонсора, который продолжает работать по шагам, который возместил ущерб, который продолжает практиковать дисциплины десятого и одиннадцатого шагов. Ведь для меня длительная трезвость означает, что я буду чувствовать себя так же, как сейчас, только очень долго. И не в силах вынести этого, я снова иду пить. А потом я возвращаюсь в Эй. И кто-нибудь спрашивает меня, «Ну, ты закончил?» Знаете, я сам иногда говорю так. И когда эти слова слетают с моих уст, я жалею о том, что задал этот вопрос. Потому что в такие моменты вспоминаю себя. Закончил что? Вы думаете, мне это нравится? Вы думаете, я получаю удовольствие от своей жизни? У меня заболевание, которое называется алкоголизм. И это не из области нравственных слабостей. Хотя и таковые у меня тоже имеются. На их свидетельства мы посмотрим в четвертом и пятом шагах. А исправляться они будут только посредством действий восьмого и девятого шагов. Но убивает меня не слабость моих моральных качеств. Меня убивает алкоголизм. Помните, в большой книге сказано, «Наступит время, и он не сможет представить себе жизнь без алкоголя. Мне девять лет, мы с Берри в лесу». А дальше написано, «Потом наступит время, когда он не сможет представить себе жизнь без алкоголя или с ним. Он окажется на краю. Он захочет умереть. Мне 23 или 24, я продолжаю ходить в анонимные алкоголики и срываться. В 25 или 26, я безумно хочу бросить пить, но не могу остановиться. Я больше не хочу жить так, как я живу. Но стоит мне набрать несколько дней или несколько недель, или пару месяцев трезвости, и я больше не могу. Я не могу так жить. Я просто не могу. Мне необходимо облегчение. Алкоголизм требует лекарства. А единственное лекарство, с которым я знаком, надо принимать внутрь, чтобы оно позволило мне ощутить всем нам знакомое. Может, уже хватит? Чего именно хватит? В книге сказано, что мне никогда не хватит. Как может хватить того, чего никогда не будет хватать? У меня по отношению к веществам отсутствует концепция «достаточно». Я напиваюсь, я торчу, а потом я снова напиваюсь. И моя проблема в том, что я вижу свою одержимость, это чувство дискомфорта и осознания, что причиной является беспокойство, раздражительность и неудовлетворенность. Я знаю это! Невозможно быть в моей шкуре и не знать. Но у меня кое-какие проблемы с пониманием феномена тяги. Потому что из наших рассказов иногда получается, как будто открываешь бутылку виски, делаешь глоток, и как только алкоголь касается твоих губ, ты начинаешь пить его против собственного желания. Что это значит? Чего, бутылки выросли, ноги, руки, она швыряет тебя на барную стойку, захватывает стальной зажим и начинает вливать свое задержимое в меня. А я сопротивляюсь и говорю, нет, нет, мне нельзя, я же алкоголик. Так что ли? Со мной так не бывает. У меня это происходит следующим образом. Я принимаю решение выпить в этот раз совсем немножко. Максимум пару-тройку рюмок. Но выпиваю одну или две и я меняю свое решение. Вот как срабатывает феномен тяги у меня. Я выпиваю пару рюмок, заранее приняв твердое решение, что на этот раз не напьюсь, а потом я передумываю. И я выпиваю третью, четвертую, пятую рюмку. А после этого начинаю корить себя. Почему? Почему я снова делаю то, чего не собирался? Моя голова рассказывает мне. Да ты просто ублюдок, ты кусок дерьма, что ты творишь? Ты просто дрянь. И я ухожу в штопор. А затем в очередной раз прихожу в Эй. Я опять возвращаюсь. 17 июля 1996 года я вошел в дверь Эйевского клуба под названием КЕС. Он очень похож на большинство клубов Эй. Я был там тысячу раз. Я пришел и сел. Девочка, которая работала за стойкой, по доброте душевной не выгнала меня оттуда. Если бы вы тогда спросили меня, пришел ли я туда, чтобы наконец-то протезветь, я бы честно ответил нет. То есть я здесь не для этого. А для чего? Не знаю. Отдохнуть? Мне некуда больше идти. Меня отовсюду выгоняют. Вы единственные, кто разрешает мне остаться. Поэтому я здесь. Так почему ты не собираешься трезветь? Не знаю. У меня никогда не получается. Я всегда срываюсь. Это все, что я умею. А значит, я снова сорвусь. Обязательно сорвусь. Когда? А я откуда знаю? Через 30 дней. Через 2 недели. Через 2 дня. Через месяц. Не знаю. Почему? Я не знаю. Я не знаю почему. И я не знаю когда. Но я точно сорвусь. Потому что я всегда срываюсь. Всегда. Это единственное, что у меня получается. Уже больше трех лет я трезвею, чтобы напиться. Чтобы потом снова протрезветь, чтобы опять напиться. Иногда я держусь один день. Иногда 30 дней. В среднем у меня получается остаться трезвым дней 10. В году 365 дней. Это значит, что я срываюсь 30 раз в год. За 3 с лишним года получается, что уже около 100 раз я клялся больше никогда не притрагиваться к алкоголю и снова напивался. Так чем этот конкретный раз отличается от остальных, я не знаю. Говорят, что когда ученик готов, появляется учитель. Так вот, человек, ставший и поныне являющимся моим спонсором, вошел тогда в клуб на собрание, которое начиналось в полдень. Я вам скажу, у Бога есть чувство юмора. И я предпочитаю рассказывать эту историю в присутствии моего спонсора Боба. Дело в том, что он обычно не ходит на это собрание. А тогда он пришел, потому что у него развивались отношения с какой-то там девушкой, которые развалились и которая ходила на эту группу. Поэтому он и пришел туда, а иначе бы его там не было. Слава Богу за наши недостатки. Да хранит их Господь. Боб начал высказываться. Он говорил о муках одиночества и о страданиях алкоголика-абстинента, которому нечего противопоставить алкоголизму из-за отсутствия программы выздоровления. И я услышал его. Мне было хорошо знакомо все то, что он говорил об одиночестве и отчаянии. И я точно знал, что он не врет. Но меня озадачило то, как он держал себя. Я видел, что он не испытывает тех чувств, о которых говорил. После собрания я подошел к нему и попросил его помочь мне. Он согласился быть моим спонсором. И он сразу же вовлек меня в анонимные алкоголики, как активного участника. Мой спонсор один из активных членов сообщества. Он яркий пример активиста. Очень скоро, буквально через три или четыре дня, мы стали регулярно ходить в наркологическую больницу, нести весть пациентам в детоксе. Я стал каждую неделю бывать в приюте и в доме на полпути, в наркологической больнице или в тюрьме. С тех пор я принимаю активное участие в этом служении. На первой же неделе нашего знакомства мой спонсор привез меня к себе домой, где собиралась группа по изучению большой книги. И с этого дня не было ни одной недели без таких собраний и собраний, посвященных работе по шагам. Эти собрания по вторникам у него дома я очень редко пропускаю. Такое бывает, но только если у меня возникают какие-то срочные дела дома или обязательства в сообществе. Благодаря моему спонсору я погрузился в служение и в большую книгу. Мы начали двигаться по шагам. Первый шаг дался мне довольно легко. Просто нельзя жить так, как жил я и не знать, что ты бессилен перед алкоголем. Невозможно обещать себе не пить столько раз, сколько обещал себе я и каждый раз продолжал срываться при этом. Невозможно делать это и не осознавать, что на определенном уровне твоя жизнь неуправляема. Я считаю, что мы в анонимных алкоголиках очень часто говорим о неуправляемости так, что это непонятно новичку. Я знаю, что собой представляет неуправляемость в моей жизни. Я также прекрасно понимаю, что у меня самого, предоставленного самому себе жизнь управляемой быть не может. Сегодня мне это понятно. Но когда я был новичком, мне было бесполезно объяснять, что мои эмоции управляют моей жизнью и моими взаимоотношениями с другими людьми. И тогда я еще не мог понять, как мои страхи, мое постоянное чувство тревожного дискомфорта и мои реакции на жизненные обстоятельства взаимосвязаны с неуправляемостью. В то время я не был готов к восприятию и осознанию того, о чем говорится в шестом или одиннадцатом шагах. Поэтому мой спонсор даже не пытался. Он говорил со мной о неуправляемости на достаточно простом уровне. Наш разговор выглядел так. Боб говорил, Шелдон, если посмотреть на последние сто раз, когда ты пил, что было общего во всех этих случаях? Отвечаю, не знаю. Ну, хорошо. Что было, когда ты запил последний раз? Я поругался с шефом на работе. А ты каждый раз ругался с шефом, когда напивался? Все сто раз? Ты же понимаешь, что это не так. Ладно. А что насчет последнего раза? Я поругался с подругой. Она рассталась со мной. Каждый сто раз ты напивался, потому что от тебя уходила женщина? По правде говоря, это случалось чаще, чем мне бы хотелось, но не каждый раз. Ну, так было ли что-то общее во всех этих срывах? Я не знаю. И тут Бобга сказал, одно я знаю с абсолютной точностью. Ты был физически так же трезв, как сейчас каждый раз, когда ты принимал решение снова начать пить. А это значит, что того, кто принимает на трезвую голову решение в твоей жизни, имея все свидетельства результатов твоего предыдущего пьянства и тем не менее считая, что тебе все-таки можно выпить, такого человека следует незамедлительно уволить. Это очень плохой руководитель. Я бы назвал эту ситуацию неуправляемой. А значит, тебе нужен новый управляющий. Согласись, что это были идиотские решения. Я не мог с ним спорить. Я не мог оспаривать тот факт, что я снова и снова, будучи столь же трезвым, как в данный момент, игнорируя опыт плачевных последствий принимал решение пить. Так был сделан первый шаг. Мы подошли ко второму шагу и я сказал спонсору, я не могу сделать второй шаг. Почему ты не можешь? Не могу сделать второй шаг, я не верю в Бога. Значит, не могу сделать второй шаг. Во втором шаге сказано, что я должен прийти к вере в Бога, а я не верю. Так что я никуда не могу двигаться и я не смогу никуда прийти. Я с места не извинусь, я в него не верю. Почему? У меня есть на то причины. Во-первых, я же говорил, что я из еврейской семьи. Кстати, для всех вас это не совсем правда. Я из еврейской семьи атеистов. Это значит, что хотя мы евреи, но мы уверены, что заблуждаемся. Моя мать могла сказать мне такие вещи, как, например, религия это опиум для народа. Она создана для дураков и детей, одевайся, мы идем в синагогу. Мы соблюдали какие-то ритуалы, отмечали какие-то праздники, но у нас в семье никогда не было разговоров о настоящей вере. Для меня не интересовала особо эта тема, она мне не нравилась. А кроме этого у нас в школе был учитель, все называли его преподобный комиссар. Он был руководителем хора и еще он являлся рукоположенным священнослужителем в иудаизме. Так вот, он попался на том, что домогался маленьких девочек и мальчиков. Я ненавидел его. Должен признаться, что даже после многократных инвентаризации этой темы я не могу понять, ненавидел ли я его за то, что он приставал к девочкам и к мальчикам, или же ненавидел я его, потому что чувствовал себя отвергнутым, поскольку на меня он вообще не обращал внимания. Короче, я толком не знаю, в чем именно кроется моя застоялая обида на этого дядьку, но я все равно злюсь на него. Я его ненавижу. И всех евреев я тоже ненавижу. Так я списал подчистую весь иудаизм. Еще один учитель в школе изредка рукоприкладствовал по отношению ко мне. Он слепал меня и давал мне подзатыльники. Ненавижу его. Ненавижу. Ненавижу всех евреев. У меня есть причина их ненавидеть. У них длинная тупая религия. Ну и к вашей религии я тоже не буду принадлежать. Я вырос в еврейском доме. А это создает определенный менталитет. Я просто не могу его изменить. Представьте себе, что вы решили претрезвить скажем, в исламской стране. Вокруг вас только мусульмане. А вы единственный христианин. А они говорят, что нужно верить в такого бога, каким он демонстрировал в себя в групповом сознании. Как вы думаете, что бы это могло значить? То же самое и в моей ситуации. Вы могли мне не говорить, кого вы имеете в виду. Я и так знал. Так что ни со своим, ни с вашим богом я дел иметь не могу. Со своим богом нелады и с вашим нелады. Вообще с богом нелады. Я не могу поверить в бога, а значит, не могу сделать второй шаг. Мой спонсор посмотрел на меня и ответил. Ты все сказал? Вроде да. Давай посмотрим, что сказано в большой книге. он открыл книгу на 46-й странице и сказал вот наша с тобой задача во втором шаге. Слушай. И он прочел вопрос. Веришь ли ты теперь? Я ответил нет, не верю. Нет. Все, мне хана, я не верю. Он прервал меня. Не торопись, успокойся. Я понял, дружище, ты не веришь? Да, я не верю. Я тебя услышал. Но это еще не все предложение. Может, дальше почитаем? Смотри, что там сказано. Веришь ли ты теперь или хотя бы готов поверить, что существует сила более могущественная, чем ты сам? А что это значит? Ну, Шалдон, ты готов хотя бы поверить, что может быть есть Бог? Возможно. Но, скорее всего, нет. Я сомневаюсь, что он есть. А если вдуматься, я уверен, что его нет. подключите меня к детектору лжи, я скажу, что Бога нет. Хорошо. А готов ли ты поверить, что может быть? Может быть. Ну, с натяжкой. Ну, не исключено, что он все-таки есть. Ты можешь предположить, хотя бы предположить, что такое возможно. Ну, я же не верю в Бога. Я уже понял, что ты не веришь. Я услышал тебя, Шалдон. Ну, готов ли ты хотя бы предположить, что несмотря на твою уверенность в маловероятности его существования, он все же есть. Может быть. Возможно. Ну, ну, да, ну, ну, может быть. Даже такой идиот, как я, даже такой идиот, как я, способен дать положительный ответ на такой вопрос. Я полагаю, что, может быть, можно допустить, что Бог есть. Я мог бы предположить, и хотя я не верю, но, возможно, все-таки он существует. В книге сказано, что как только человек признает, что он верит, а я не верю или готов поверить, мы настойчиво заверяем его в том, что он на правильном пути. А что это значит? Настойчиво. Что это? Это что-то из разверна. Молодец, красавчик, второй шаг сделан, он у тебя в кармане, двигаемся дальше. Что? Как это? А вот так. Все. Мы все сделали. Со вторым шагом покончено. Готов поверить, что может быть, возможно, предположительно, Бог есть. Тут я удивился. Так в чем смысл-то? Он сказал, сделай вот что. Спроси у тех из нашей группы, на чью жизнь ты бы хотел, чтобы была похожа твоя жизнь. И чьи глаза сияют. Спроси у этих людей, почему они трезвые? Зачем? Я и так знаю, что каждый из них скажет. Я трезвую сегодня, благодаря силе, более могущественным, чем я, которую я нашел в комнатах анонимных алкоголиков. Я хочу подогреть Бога ей. Это как будто надпись на открытках, которые им вручали перед собранием и сказали, чтобы они их выучили и читали наизу, что там написано. А когда их спросят, почему они трезвые, чтобы они отвечали именно этими словами. Я трезвую сегодня, благодаря силе, более могущественным, которым я нашел в комнатах анонимных алкоголиков. Я хочу благодарить Бога. Должен признаться, что сегодня это именно то, что я чувствую и то, за что я благодарен. Кстати, спасибо вам за Бога. Вы привели меня к Нему. И сейчас я говорю абсолютно серьезно. Я признателен вам за это. И сегодня я отрезаю благодаря Богу, которого нашел в комнатах анонимных алкоголиков. И если я когда-нибудь встречу Бога, то обязательно скажи ему, «Батя, вот эти анонимные алкоголики – это шикарная идея. Мне нравится много из того, что ты нам дал. Например, персики. Но это самое лучшее в моем списке. Сегодня я благодарен за то, что есть анонимные алкоголики. И мне не надо никого спрашивать, почему они трезвые. Я знаю». А теперь давайте посмотрим на 12-й шаг. Испытаю духовное пробуждение как результат этих шагов. То есть, мне говорится, что я испытаю духовное пробуждение как результат этих шагов. Да. Там мы встречаемся с Богом, как это называется в анонимных алкоголиках. вот скажите, если бы вы могли встретиться с Богом во втором или в третьем шагах, с какого ляда вы бы стали делать четвертый шаг? Нет, ну серьезно? Ну, если так вдуматься, это же тягомотин, а пятый? Да он просто унизителен. Шестой и седьмой их вообще никто не понимает. Восьмой и девятый, девятый, ну они, вот они очень дорогие шаги. Правда ведь? Десятый и одиннадцатый половина народа в сообществе не могут отличить друг от друга вообще. Большинство из нас путают эти шаги. Двенадцатый? Кому охота этим заниматься? Скажите на милость. Я купил новую машину, когда у меня было три года трезвости. Знаете, что мне сказал мой спонсор? Хорошая машина, но она не твоя, пока новичок ее не заблевал. Ну, кому это надо? У меня нет никакого желания заниматься двенадцатым шагом. Итак, если бы я мог получить духовное пробуждение после второго шага, то зачем мне бы были нужны остальные шаги? Значит, мне придется пуститься в это путешествие для того, чтобы Бог мог стать реальным в моей жизни. Так что же мне нужно делать дальше? Это просто. Третий шаг. Произнеси молитву, не морочься. Просто помолись, как написано в книге. Четвертый и пятый шаги. Честно напиши, откровенно расскажи. Шестой и седьмой никто не понимает. Да и я тоже. Восьмой и девятый расплатись и исправь. Десятый и одиннадцатый. Просто продолжай делать. Двенадцатый. Стань служащим в анонимных алкоголиках. Делай то, что нам полагается. И я отправился в это путешествие. Должен сказать вам, что со мной произошло нечто совершенно удивительное. Я ведь начал с неистового антагонизма. Типа, я не верю в Бога. Я не хочу иметь с Ним никаких дел и прочего вздора. И где-то, как-то, среди всего этого, против моей воли, без моего разрешения, Бог прокрался в мою жизнь через действия, которые я предпринял в анонимных алкоголиках. И Он стал реальной, неотъемлемой частью моей ежедневной жизни. Я не знаю, когда и как это произошло. Я не делал для этого ничего такого особенного и уж точно не давал никакого разрешения. Я просто предпринял те действия, которые мне сказали предпринять. В книге «А взрослеет» есть высказывание Сэма Шумейкера, в котором он называет научным подходом к алкоголизму. Научность нашего метода заключается в том, что вы берете гипотезу, нечто, во что вы верите, как в истину. А затем вы начинаете вести себя, словно она таковой является. Спустя какой-то период времени вы смотрите на результаты и по ним определяете, оказалась это гипотеза истинной или же нет. Свидетельства будут очевидными. Поэтому мне было сказано начать вести себя как человек, который верит в Бога. Мой спонсор давал безумные, как мне казалось, советы. Я прибегал к нему с очередной проблемой. То с каким-то конфликтом на работе, то с неурядицей в отношениях, то еще с чем-нибудь. И он говорил «Шелдон, давай обратимся к духовным принципам». Я отвечал «Я не знаю, о чем ты говоришь, какие принципы? Тогда скажи мне, как бы повел себя активный член сообщества «Анонимные алкоголики». Речь не о тебе, Шелдон. Я говорю о человеке с хорошей программой выздоровления, о человеке, который действительно в ЭЭЭ, который старается жить в соответствии с духовными принципами. Короче, не ты, Шелдон. Но как бы повел себя в данной ситуации человек, который верит в Бога и действительно служит в своей домашней группе? Тут я начинал упрямствовать. Понятия не имею. А мой спонсор продолжал. Помнишь новичка, которого ты возишь на собрание? Не знаю, как вы, а я всегда веду себя лучше, когда присутствует новичок. Так вот, говорил мой спонсор, представь себе, что он рядом в этот момент. А лучше представь, что я рядом в этот момент. Или твой начальник с работы, твоя мама, твой инспектор по надзору заудо. Или представь, что в комнате находится не твоя подружка, а мама твоей подружки. Ты прекрасно знаешь, что такое духовные принципы. Вот и начни себя вести, как человек, соблюдающий их. Не знаю, как вы, а я веду машину гораздо лучше, когда сзади едет полицейский, чем когда его нет. Я знаком с духовными принципами, я просто не всегда хочу жить в соответствии с ними. Но у меня стали происходить интересные вещи, когда я начал применять их. Я стал раньше появляться на работу, потому что мой спонсор дал мне такую инструкцию. И я начал оставаться подольше, потому что он сказал мне так делать. А еще я начал делать свою работу, пока я там находился. И это тоже порекомендовал мне мой спонсор. Самое печальное, что я тот, кому надо говорить такие вещи. Но я делал то, что он мне сказал. Он говорил мне, приложи усилия на 10 центов за 5 центов зарплаты. И я не могу сказать, что сразу поверил в Бога, когда я начал так поступать. Но знаете, что не происходит? Меня не увольняют. А наоборот, меня продвигают по службе. Когда у меня появилась подруга, мой спонсор сказал мне, представь себе, что у тебя есть сестра и относись к ней так, как ты бы хотел, чтобы какой-нибудь парень относился к твоей сестре. И я не могу сказать, что начав себя так вести, я поверил в Бога. Но мы поженились. В следующем месяце будет 17 лет, как мы вместе. Так моя жизнь начала приобретать смысл. Где-то по пути, предпринимая действия и поступая так, словно Бог есть, я даже не заметил, как он стал реальным. Я начал относиться к людям с уважением, потому что мой спонсор сказал мне, что так ведут себя хорошие эйевцы. Я начал честно жить в этом мире, потому что мой спонсор сказал мне, что так следует делать. И вот, что я вам скажу. Приблизительно через год или около этого я перестал дебатировать наличие Бога. Не знаю, верил ли я уже в него в тот момент, но я перестал задаваться вопросом его существования. Я ушел из команды спорщиков, как называет это мой спонсор. Я начал иногда задумываться о Боге. И я стал говорить людям, что верю в него, дабы не прослыть еретиком. Сомневаюсь в твердости тогдашней своей веры, но я определенно допускал, что Бог есть. Однажды, когда у меня было 9 лет трезвости, я поехал к спонсору во вторник вечером на занятия по большой книге. И вдруг я расплакался. Я хочу, чтобы вы понимали, что к тому времени мои размышления о существовании Бога уже давно исчезли и без следа. И вот я со слезами на глазах приезжаю к спонсору. Увидеть меня, он спросил, что случилось. И я ответил, ничего. Тогда он спросил, а почему ты плачешь? И я сказал, это может прозвучать странно, но я больше не делаю вид, словно Бог есть. Да, я по-прежнему совершаю ошибки, но я искренне хочу стать лучше. Я хочу жить по тем принципам, которые ты мне показал. И это не произошло сегодня. Я даже не знаю, когда это случилось. Это как будто свершилось само по себе. А самое поразительное. Я абсолютно, без тени сомнений, уверен сегодня, что Бог есть. И это случилось не сейчас. Это произошло много лет назад, но я не замечал этого. Просто на пути сюда я вдруг осознал, что программа EA сработала. Позже я вернулся домой, где кроме жены на веранде меня ждали мой отец, братья, которые приехали в гости из Калифорнии. Жена, посмотрев на меня, спросила, ты в порядке? И я ответил, у меня сегодня появилось удивительное ощущение. Она поинтересовалась, а что случилось? И я сказал, ко мне вдруг пришло понимание, что я не кусок дерьма. Мой отец, жена и братья рассмеялись. Ага, они стали говорить, ты уже много лет им не являешься. Мой отец добавил, раньше ты действительно был куском дерьма. Но это было давно, Шелнон. Помните, в большой книге сказано, очень часто друзья нового члена EA осознают произошедшую в нем перемену гораздо раньше его самого. До меня все медленно доходит. Пожалуйста, не подумайте, что в течение девяти лет я не верил в Бога. Я верил. Просто до этого дня я не осознавал своей веры так четко. Я не сопротивлялся духовному прогрессу. Мне реально повезло. Все девять лет я активно практиковал дисциплины шагов Эй. Это включало работу по большой книге, постоянный контакт со спонсором и служением. То есть все три наших завета. Я делал все это с первых дней своего выздоровления. Но я все равно не заметил, как и когда это произошло со мной. Другими словами, я пытаюсь объяснить вам, что это не было событием. Это не было чем-то ярким. Мне бы хотелось какого-нибудь сияния, но этого не было. Мой опыт принадлежит к образовательной разновидности. Он возник медленно. Если вы новичок, или у вас пара лет трезвости, и вы так же, как и я, то есть так же, как и я, маете с этим тем. То есть вроде бы дела обстоят лучше, чем были, но у вас по-прежнему нет уверенности ни в чем, то я вас прекрасно понимаю. Я открою вам сейчас маленький секрет. Он, возможно, не окажется истиной для всех, но это непререкаемо для меня. Я трезвый уже 19 лет. Я продолжаю быть активным в анонимных алкоголиках. Сегодня, как никогда, я люблю Бога. У меня все великолепно. Но из-за я начинаю сомневаться в том, что имею. Моя вера, умиротворенность, душевное спокойствие и осознанный контакт Бога похожи на приливы и отливы в океане. Иногда, как волны, они захлестывают меня. И тогда я купаюсь в духовном блаженстве. А иногда волн нет. Значит, наступил отлив. И тогда я просто продолжаю совершать действия. Совершая их, я снова и снова напоминаю в себе. Только сегодня делать то, что предлагают анонимные алкоголики. Двигайся по этому пути. Прилив вернется и снова появятся волны. И я не всегда подключен к источнику. Я не святая святых. У меня нет горячей линии с Богом. Но я обожаю анонимных алкоголиков. Я обожаю нашу программу и все, что она для меня сделана. А сейчас я хотел бы поделиться с вами кусочком своей инвентаризации, чтобы показать, какое волшебство я совершила в моей жизни. Если вы новичок, или же если вы просто еще не написали свой четвертый шаг, уверяю вас, это очень-очень просто. Не давайте никому себя пугать. В книге даны четкие инструкции, там нет ничего сложного. Мы даже могли бы с легкостью написать первую часть этого списка за вас. Но мы не делаем этого, потому что мы любим посмотреть, как вы маетесь. Но наши списки во многом схожи. Мой был похож на ваши. Отец, мама, брат, нынешняя подруга, нынешний шеф, предыдущая подруга, предыдущий шеф и так далее. Насколько я способен это вспомнить? До последнего человека, который якобы оказал какое-то мизерное влияние на мою трудную жизнь. Расскажу вам об одном таком воспоминании, от которого мне стыдно. Я учился не в Америке, поэтому точно не помню, в каком именно классе это было. Но мне тогда было 7 лет. Это вроде бы как второй класс, что-то в этом роде. Женщина, которая выдавала нам обед в школьной кафетерии, попала в список моих обид. она не клала еду в тарелки, а накидывала ее туда. И за это я возненавидел ее. Когда я писал свой список, мне было 28 лет. Она оказалась в первой десятке моих обид. Через 21 год! Плачевно, не правда ли? Это же убожество. Да, увы, это я. Самым первым в моем списке был отец. Именно с него мы начали беседу, когда я приехал спонсору, скипой всего того, что я написал. Я ненавижу своего батю, ненавижу. Мой отец ушел от нас, когда мне было два года, поэтому я ненавижу его. Конечно, ты ненавидишь его. Он же ушел, когда тебе было два года. Почему я его ненавижу? Потому что он ушел. Что никак не получалось поменять направление. Для меня тема «Наш путь был таким», который пытался привести меня, мой способ, просто не работало. Я даже толком не мог понять, почему это так. Я просто ненавидел его. Ведь я ни в чем не виноват. И если бы с моим отцом я выбросил из головы мысли о зле, которые нам причинили другие, то там просто ничего бы не осталось. Потому что это все, что там было. А мой спонсор начал градить какую-то духовную абракадабру, из которой мне больше всего нравится. А знаешь, ведь твой отец скорее всего делал лучшее, что он мог в тех обстоятельствах, в которых он находился. И что? Надо было менять обстоятельства? Мне ведь тогда было всего два года. Наш спор на эту тему стал доходить до перепалки. И когда мой спонсор увидел, что я просто уже не могу больше говорить об отце, он перешел к беседе о моей матери. Но ее я тоже ненавижу. А маму я ненавижу за то, что она очень-очень много и часто на меня орала. Не могу сказать, что она меня как-то там жестоко со мной обращалась или что-то такое. Но мама была вот ростом сколько там, не знаю, там, метр 27 и весила 47 килограмм. жестокая она могла быть с такими данными. Так особо-то не разгуляешься. Я думаю, что мог бы с ней потягаться, когда мне было уже 8 лет. Так что особого рукоприкладства с ее стороны не было. Но кричала она на меня регулярно. Приходя домой, открывая дверь, я никогда не знал, чего ожидать от нее. Из-за этого я испытывал постоянное чувство дискомфорта. Кроме этого, она часто меняла мужчин. И многие из них мне не нравились. Да и мама мне совсем не нравилась. Что задето все. Мой спонсор снова открыл книгу и сказал, «Я считаю, что это самая важная часть четвертого шага. Наш путь был таким. Мы осознали, что люди, причинявшие нам зло, были, возможно, духовно больны. Хотя симптомы их недуга не нравились нам и вызывали возмущение, все же они, как и мы, тоже были больны. Как и мы. В чем же я такой, как моя мать? Где и когда я веду себя так же, как она? Могу ли я понять ее? Если бы я был на ее месте, если бы я был ведом ее страхами, если бы то, что произошло в жизни с ней случилось со мной, мог бы я стать таким, какой стала она? Ведь речь нет о женщине, которая молодой, осталась разведенными с двумя маленькими детьми. У нее не было профессии. Она вышла замуж за обеспеченного человека, но муж бросил ее. Он уехал сначала из города, а потом и из страны, оставив ее одну. И это было не в 2015 году. Сегодня подобное встречается так часто, что можно подумать, будто это модно. Мы говорим про 1972 год. И произошло это в маленькой еврейской общине, в небольшом городке на севере Англии, где ты становишься изгоем, если разводишься. Я бы не назвал это отверженным полностью, но почти что. Мою мать звали Мерна. После ухода отца ее стали называть не иначе, как бедная Мерна. для нее не было просто другого названия. Для всех вокруг она стала каким-то другим человеком. Ее, наверное, было очень тяжело. Могу ли я понять это? Не знаю, как вы, но если я пришел на работу, а там не оказалось сливок для кофе, то я полдня буду козлом по отношению к окружающим. Знакома? Так мог бы я оказаться таким же, как она, если бы столкнулся с теми трудностями, с которыми пришлось иметь дело ей? Ха. Думаю, что мог бы. А каким сыном я был? Ведь даже если предположить, что она была бы прекрасной уравновешенной женщиной, и все у нее в жизни складывалось бы гладко, да я бы свел ее с ума. Ну, разве не так? В чем моя вина? Да будь она самой знатной, богатой, влиятельной, уважаемой женщиной, в прекрасном браке, такой сын, как я, все равно бы вынудил ее перейти на крик. Пожалуйста, поймите, осознав эти вещи, я не сразу же полюбил свою мать, ведь у нас с ней длинная история трудных взаимоотношений. Но в стене отчуждения стали появляться трещины. Я наконец-то начал допускать и осознавать возможность оказаться на ее месте. Я смог представить себя реагирующим так же, как она. я стал понимать, каково ей было. Я смог увидеть, что был плохим сыном. Я стал отдавать себе отчет в том, что причинял ей боли, душевные страдания. Но все это пришло не сразу. А сегодня, спустя 19 лет, у нас с мамой прекрасные взаимоотношения. И я не буду говорить, что они идеальны. И вполне возможно, что у кого-то из вас отношения с мамой гораздо ближе, чем у меня. Но это самые лучшие отношения, которые у нас когда-либо были. И мы оба благодарны за это. Мой спонсор тогда сказал, давай еще раз поговорим о твоем отце. Я ответил лишь негромким вздохом. Он начал так. Ты говорил, что твоя мама часто кричала, что она плохо реагировала на все происходящее, и что с ней было трудно жить. Как ты думаешь, она стала такой после ухода твоего отца? Или же она всегда была такой? Кстати, к этому времени я уже много чего рассказал спонсору о своих родителей, и он знал, что у моей матери были панические атаки, и что у нее была депрессия и другие расстройства, и что разные болячки периодически таки настигали ее. спонсор продолжал. А может так быть, что твой отец женился на ней в 1965 году, во времена, когда на севере Англии в маленькой еврейской общине люди женились быстро, и поэтому не имели возможности действительно узнать друг друга? Может ли быть, что он женился на ней, не ведая, что она предрасположена ко всем этим недугам? И ведь сразу после того, как они поженились, он ушел в армию, поскольку на тот момент воинскую повинность, учрежденную в Англии во Вторую мировую войну, еще не отменили. Он отслужил два года в ВВС, вернулся домой, обнаружил, что они совсем не знают друг друга, но они оба оказались в этом трудном браке. И потом твоя мать забеременела твоим старшим братом. Так возможно ли, что твой отец можно ли допустить, что он собирался расстаться с своей матерью и предоставить ей финансовую поддержку, но понимал, что ему надо дождаться, пока твой брат выйдет из грудного возраста? Но тут она забеременела тобой. Ты можешь предположить такое развитие событий? Может быть, что жизнь была для него невыносимой, и поэтому он ушел? А когда он ушел, то сразу уехал сначала в Лондон, а потом в Торонто, а затем в Калифорнию, вместо того, чтобы сделать так, как было бы правильно на твой взгляд? Ты хотел, чтобы он остался жить где-то рядом и принимал активное участие в твоей жизни, но ему надо было уехать из этого города, потому что если бы он остался, ему бы пришлось защищать свою репутацию и честь, рассказывая людям о недугах твоей матери, но для того, чтобы она могла сохранить свою репутацию, честь и достоинство, он уехал сначала из города, а потом из страны, ведь сделав это, он оставил своих отца и мать, и по этой же причине до самой их смерти он был вынужден очень редко видеться с ними, кроме этого ему пришлось расстаться с двумя своими братьями и со всеми своими друзьями, но он сделал это пожертвовав своей честью и репутацией, он выбрал быть плохим, чтобы она могла сохранить свою репутацию и свою честь, ты можешь допустить, что все это произошло именно таким образом? Не знаю, что значит ты не знаешь? Не знаю. Ты ведь выстроил свою жизнь, базируясь на том, что твой отец злой, черствый человек, бессердечно бросивший свою семью, ты же вроде бы абсолютно уверен в правдивости той истории, которую ты рассказал сам себе о своем отце. Так как же ты можешь не знать? Вот он я. это то, как я поступаю. Получив 10% информации, я придумываю все остальное. Вот что я делаю. Это может быть 5%, 10% или 20% информации о ком-то, а дальше я сам сочиняю сценарий. И у меня никогда не получается истории любви. Ни разу не случалось, чтобы из нескольких процентов информации о ком-либо, из вас, например, или о ком-то еще, я делал вывод, что это прекрасный, добрейший человек, хороший член Эй, всегда готовый помочь, благородный, милосердный, великодушный. О, нет! В моей истории вы окажетесь глупым лицемером, который изменяет своей жене, красиво высказывается на собраниях, но живет совсем не так, как говорит. Вот что придумываю я. Я сочиняю ужасы и страшилки, а не истории о любви. Показав мне, что история моего отца это лишь плод моей фантазии, спонсор вдруг спросил меня, Шелдон, а как бы ты поступил на месте своего отца? Я ответил, так нечестно. Когда мне было 16 лет, я стал свободным взрослым человеком. Я собрал в рюкзак свою грязную потертую одежду, испачкал себе лицо, чтобы выглядеть постарше, пришел в здание городского совета, зарегистрировался, там, получил субсидированное жилье и ежемесячное пособие. Я сделал все это, потому что не мог жить с ней ни секунды дольше. Как бы я повел себя на месте своего отца в тот день, когда я пришел бы домой, и она сказала бы мне, что беременна, я бы ушел, я бы исчез в тот же миг, счастливо оставаться, чокнутая. Вот что я бы сделал. Я бы смылся, просто сбежал. Но в большой книге сказано, выбросив из головы мысли о зле, которые совершили другие. Мой отец оказался благороднее меня. Он был в сложной ситуации, и я понятия не имею, что в действительности послужило причиной развода. Но разводиться никогда не бывает легко. И я только ухудшил ситуацию, ведь я обвинял отца в том, что он бросил меня, издевался над ним, постоянно требовал от него денег, вынуждая его таким образом пытаться исправить мою внутреннюю проблему. Я считал его виноватым, хотя он не имел к этой проблеме никакого отношения. И исправить ее такими средствами было невозможно. Я был скверным ребенком, негодяем. моему отцу, человеку, прошедшему через все трудности развода, еще долгое время пришлось иметь дело с ужасным сыном. Я причинил ему огромную эмоциональную боль. Он не заслужил такого отношения к себе. Полюбил ли я своего отца сразу после того, как понял все это? Нет. Но с этим пониманием постепенно начала рушиться стена, которую я возвел между нами. так я узнал самую главную вещь, которую может узнать человек в анонимных алкоголиках. Я узнал, что я не знаю. Мне кажется, что я много чего знаю. У меня придуманы истории про всех людей, которые были в моей жизни и про их ужасные деяния по отношению ко мне. Но на самом деле я не знаю. И даже если и знаю, то знаю очень-очень немного. Я смог построить свою новую жизнь на основе утверждения, что я не знаю. И вы знаете, в результате у меня сегодня хорошая жизнь. К сожалению, у меня не остается времени рассказать вам о том, как я делал девятый шаг матери и отцу. Надеюсь, что мне когда-нибудь еще представится такая возможность. В заключение хочу сказать, что я пришел сюда сломленным, измученным алкоголиком, который не мог перестать пить. Я был на грани самоубийства, а точнее, я просто не хотел больше жить. Говорят, что самоубийцы это выход трусов. Уверяю вас, так говорят те, кто никогда не хотели наложить на себя руки. Потому что, если бы я был чуть отважнее и решительней, я бы поступил именно так. Я бы нашел в себе силы, разогнавшись на машине, врезаться в разделительное заграждение между какой-нибудь скоростной автострадой, чтобы это безумие закончилось. Но я не мог. У меня не хватило духу убить себя. А сегодня у меня потрясающая, чудесная жизнь, наполненная друзьями и семьей. У меня прекрасный 14-летний сын, который никогда не видел своего отца пьяным. Моя жена является активным членом нашего сообщества. Мы женаты уже почти 17 лет. Я принимаю активное участие в делах своей домашней группы, и меня там ценят. У меня есть спонсоры, много подопечных, и я обожаю сообщество анонимных алкоголиков. Если вы спросите мою маму, чем одарили ее анонимные алкоголики, она скажет вам, что ее сын больше не пьет. Если бы мой папа был жив, и вы спросили бы его, чем удивили его анонимные алкоголики, он бы ответил вам, что его сын больше не курит крэк. Но если вы спросите меня, в чем заключается чудо анонимных алкоголиков, я скажу вам, что с 17 июля 1996 года самоубийство перестало быть целесообразной перспективой моего будущего. Кстати, а я упомянул,